Канашу из федерального бюджета выделят более 800 миллионов рублей. Указ о поддержке еще восьми моногородов накануне подписал президент России. Как местные власти намерены осваивать средства и насколько сложно было их добиться, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Этого решения из Москвы в местной администрации ждали с большой надеждой. Разрабатывать проект властям Канаша помогали в правительстве республики. Была проведена огромная работа. Глава муниципалитета Людмила Иванова не скрывает, презентовать программу приходилось в условиях серьезной конкуренции. На денежный транш претендовали почти 300 городов. Но комиссию интересовали не только документы. Планы развития территории специалисты изучали с выездом на места. Этот экзамен удалось сдать успешно. Нашему городу сделан очень большой подарок. Мы даже и не ожидали, что из 280 моногородов России будет выявлено всего 5 моногородов. И в том числе окажется город Канаш. Наш маленький городок, о котором заявил Владимир Владимирович Путин. И подписан уже указ о выделении нашему городу 820 миллионов рублей. 820 миллионов рублей для Канаша и действительно солидная сумма. Размер муниципального бюджета сейчас не превышает и 300 миллионов. Поддержка правительства страны для моногорода своевременно. Теперь здесь планируют реализовать сразу 5 значимых проектов. Уже этим летом необходимо модернизировать котельную на окраине Канаша. Ее мощности ограничены, оборудование здесь не меняли со дня открытия. Приборы работают на износ, отапливая 30 жилых домов и школу. Но этот район сейчас развивается активными темпами. Чтобы обеспечить теплом и новостройки, в котельную установят энергоэффективные агрегаты. В результате реконструкции будет полностью заменено теплосиловое оборудование, насосные агрегаты, бойлерное, которое будет заменено на то оборудование, которое более энергетически эффективнее. Установленная мощность на данный момент котельная не позволяет удовлетворять заявки на подключение новых потребителей. А реконструкция позволит нам увеличить мощности. Мощность данной котельной на данный момент составляет 14 гигакалорий в час. А после реконструкции она будет составлять 18. В этом же районе намерены заменить канализацию и водопроводные сети, реконструировать очистные сооружения. А в следующем году здесь начнут строить и объездную дорогу. Все эти проекты должны помочь развиться индустриальному парку Канаша. Городу необходимы инвесторы и новые заводы. Предприятия, которые здесь работают сейчас, сдают позиции. Городу нужны инвесторы, нужно развивать промышленность, нужно создавать новые рабочие места. Учитывая, что градообразующие предприятия, это у нас промтрактор-вагон и канадский автоагрегатный завод, работают уже сейчас не на полную мощность, они действительно у нас сейчас уже проблемные заводы и идет сокращение численности рабочих мест. И инвесторы уже присматриваются к Канашу. Чтобы новые заводы обосновались здесь надолго, необходимо создать подобающие условия и современную инфраструктуру. Теперь администрации города придется работать, засучив рукава. В этом году в муниципалитете планируют реализовать уже три значимых проекта. Построить современную котельную, очистные сооружения и реконструировать водопроводные сети. Причем в индустриальной зоне Канаша свое производство намерены расширить и немецкие инвесторы. Сейчас они ждут, когда город выполнит свои обязательства. Медриковалев и Александр Петров. Республика.